В Львовской области завтра будут праздновать День Школьника. События приурочили к другой дате – День Памяти Сергия Радонежского, который считается покровителем учащихся. По случаю праздника в школах прошли знаковые мероприятия. Подробности у Эдуарда Истомина. Сегодня в нашей школе проходит голосование. Мы выбираем новых министров школьного самоуправления. Это текущая новостная сводка в 25-й школе. Здесь есть своё ТВ. Ведущий Тимур Поцелуев информирует учеников о ходе выборов. Уже к часу дня явка составила треть от числа школьных избирателей. Выборы проходят без замечаний. И уже этим вечером нас ждут итоговые результаты. По итогам выборов здесь формирует правительство в Школьной Республике Надежда. На кресло министра культуры претендуют три кандидата. Анна Прокопьева баллотировалась со своей предвыборной программой. Девушка верит в победу. Я создам свой кабинет, найду себе помощников. Мы будем с ними организовывать праздники. В нашей школе близится праздник День Мастери, которым мне будут помогать учащиеся восьмых и девятых классов, с которыми мы составим сценарий и проведём мероприятия. Аня сходу готова включиться в работу, а ещё не прочь перенять опыт у областного министра Евгении Сидоровой. Но нужно дождаться итогов тайного голосования. Здешние выборы – это не просто игра в начальников и подчинённых. Что это даёт обучающимся? В первую очередь, это выражение своей позиции, умение отстоять свои права, умение высказать свои идеи, умение собрать групп в поддержке. Другая традиция школы – посвящение в первоклассники. В отличие от голосования, оно проходит явно. Юным ученикам изначально закладывают идеи любви к своей школе. Они становятся полноправными членами нашего коллектива, и они становятся нашими единомышленниками, гордостью нашей, потому что они будут участвовать во всех мероприятиях, которые у нас есть. Это конкурсы, олимпиады. Символы вступления в коллектив – специальные значки. На них красуется цифра 25 – это номер школы. Значки вручают первоклассникам. Они гордятся ими, а ещё обещают не терять. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.